День улыбки Воспитанники студии рассказывают, что овладеть мастерством кукольника непросто. Особенно, когда работаешь в паре. Нужно уметь приспособиться к товарищу, понять его. В первый раз было сложно, а в второй раз мы поняли, что мы зависим друг от друга и как-то стало легче. С самого начала было сложно, честно, научиться понять под ритм. Когда пришел человек, не пришел. Перед концертом мы, наверное, по шесть репетиций репетируем до самого пора, чтобы было все хорошо. У нас там некоторые движения есть, лучеек. Кукла, ты постоянно смотришь на ноги. Иногда друг на ноги. Когда смотреть, надо делать выше куклы, я иногда говорю в моментах. В кукольной студии ребята уже добились первых результатов. Стали лауреатами первой степени творческого фестиваля, который проходил в селе Орлиное. Юные кукольники говорят, что победы на конкурсах очень вдохновляют и дают им стимул идти дальше. Для гостей праздника провели мастер-класс по созданию основы для куклы. Из пластилина школьники лепили пчелу. Ребятам рассказали, что над куклой трудятся настоящие мастера. Это очень кропотливый труд – создать сказочного персонажа в расшитом узорами костюме. После праздника многие школьники с радостью захотели записаться в студию «Фантазеры». У меня в полдома кукол, собака моя постоянно грызет. Мне вообще нравится заниматься. Я снимаю, как лего-человечки двигаются, тоже куклы. И поэтому захотелось сюда записаться. Дарья Юхновская, Виталий Козловский, Севинформбюро.